Добрый вечер дорогие друзья с вами Вадим Кус и сегодня мы распакуем очередную посылочку из жума вот эту вот получается заказал я ее вот этого числа вот где-то должно выскочиться а пришла она мне вот этого числа значит пришла она мне в почтовый ящик это конечно же сразу же минус но в принципе посылка пришла это плюс и второй плюс она пришла вовремя поэтому первая звездочка летит продавцу а мы сегодня я вам напомню оцениваем продавца в 5 звезд и уже первая звездочка полетела продавцу ну что же давайте посмотрим вторую звездочку я уже знаю что это мы сейчас посмотрим как она упакована эта вещь или этот предмет так что у нас тут такое а у нас тут триплог вот такая вот вещица вот триплог триплог кто знает что такое хорошо кто не знает я чуть чуть попозже вам сделаю маленький обзорчики и расскажу для чего он вообще нужен а сейчас возвращаемся к звездам 2 звезда летит продавцу так теперь давайте посмотрим ее целостность и проверим с вами насколько она полная комплектации и повреждения если на ней или нету а потом я вам объясню что такое стриплог так в общем вот мы ее распаковали вот выглядит она в полном сборе вот так вот вот такая вот штукенция так 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 повреждения я никаких особо не вижу комплектация здесь вроде как полная все на месте все откручивается а как она снимается давайте попробуем ее снять снимается она оттягиванием вот этой пупырышки на себя и в сторону выдвигается и делится вот на такие две части вот эта часть кручевается в гитару а вот эта часть крепится к ремню так ну что прицепиться к нечему третья звезда летит к продавцу в копилочку все просто так а теперь давайте я немножко расскажу что такое же все-таки стриплог потому что многие ребята об этом и слова этого никогда и не слышали и не знают хотя может быть даже видели но не знаю что это такое те кто гитаристы те скорее всего знает что такое вот в общем смотрите ребята прежде чем я вам покажу хочу вам сказать что пользователь ютуба вот я сейчас все записываю на петличку вот эту петличку пользователь ютуба вот здесь вот есть подсказка вот здесь вы можете посмотреть распаковочку и обзор вот этой петлички на которую я записываю ну а теперь давайте продолжим дальше я вам сделаю краткое описание и покажу что такое все таки это стриплог вот смотрите вот допустим у вас есть гитара да так петличка мешает вы конечно все уже знаете что такое гитара и вы знаете что к ней идет вот такой вот ремень просто вот ремень чтобы вешать гитару на вас висела так вот ремень крепится как вам так показать давайте я вам с стороны покажу думаю получится не упрося там стенд вот на такую штуковинку смотрите видите просто времени отверстие надевается так вот ребята бывает так что на тяжелых концертах особенно если на музыканты активно двигаются гитаристы а бывает так что прыгают бегают кто знает там корт слепкот да матрия любители вот этого покрутить гитару вокруг себя так вот бывает при неловких каких-то движениях ремень немножко загибается ты его получается вот так вот он висит ты его дергаешь где-то прыгнул разок она раз гитара падает и разбивается сразу же страдают уши слушатели потому что там киловатт и звука а провод если выдергивается отсюда гнезда выдергивается проводом там такой треск там все так трещит все прям ужас просто вот поэтому уничтожаются уши слушателей и нервы самого владельца гитары потому что если гитара еще стоит не одну тысячу долларов то где же тут нервы конечно тут можно и сознание потерять на концерте поэтому покупается вот такая вот вещь стриплок который фиксирует ремень на гитаре и как бы вы его не вращали и куда бы вы его не поворачивали как бы вы не прыгали пока вы не оттянете вот эту попрыжку который сверху пока вы не оттянете руками с ремня на не слезет может быть произойти конечно что она может сломаться треснуть это мы еще дальше разберем ну или там ремень порваться или что-то но это настолько маловероятно что у ребята это маловероятно вот так ну что в принципе кратко вкратце я объяснил это вот вещь которая вот эта вот прыжка вот эта сама вкручивается в гитару а это к ремню в общем продолжим дальше оценивать товар и продавца в общем три звезды мы уже заработали так теперь давайте четвертую четвертую звезду я думаю мы дадим продавцу сейчас я попытаюсь ее прикрепить я не буду прикручивать ее мне не надо она у меня есть у меня стриплоки с другим ремнем они у меня уже все установлены вот эту я попытаюсь сейчас прикрутить к ремню и посмотреть как она прикручивается и как она держится так ребята установка очень простая просовывается раскручивается гайка с шайбочкой снимается вот с этой части просовывается в отверстие ремня буду к правильно просунете там посмотреть с какой стороны как он у вас висеть будет и все вот это дело просовывается сюда у меня тут отверстие небольшое на этом ремне я его использую обычные без три плока но сейчас буду использовать со три плока вот таким вот образом просунули надели шайбу и закрепили гайкой который шла в комплекте вот и все очень простая схема сборки ну и вот эту вещь вот эту вот часть вот эту вот вторую который вкручивается уже в днище гитары либо сверху куда вы этот этот покупаете вообще лучше покупать их два чтоб один крепеж был снизу 2 сверху потому что сверху тоже бывает выскальзывает она тоже может сорваться и упасть и зачем это надо лучше купить потратить там пару рублей купить эту вот вещь и вам будет хорошо да музыкальных магазинах они дорого стоят они там по 20 долларов за штуку берут в принципе ну там сталь хорошая и они очень крепкие и долговечные насчет этих я не сказать ничего пока не могу в общем принципе вот мы вкрутили все держится все нормально работает вот эта папышка оттягивается вот видите вот она как это вам продемонстрировать вот все работает получается ее оттягиваешь там вот внутри такая штучка она видите прячется и все когда вы надеваете ремень вот вы надеваете она заходит тут в эту вот ячеечку вот в глубь вот тут эту здесь получается вырез внутри там эта шайбочка она заходит во внутрь заскакивает и все и пока вы не оттянете вот эту вот попрыжку вот эту вот эту вот кого не тянете вы уже ремень не снимете никак его не снимете он будет висеть вам намертво на гитаре вот и можете вы и прыгать и все что угодно с ним делать в общем все работает поэтому четвертая звезда летит продавцом копилочку класс дешево и работает почему бы не покупать так ну смотрите чтобы дать пятую звезду это надо проверить качество качество вот этой стали это очень важно потому что любая порошковая сталь она хоть и прочная но она очень легко стирается и когда допустим будет гитара крутиться на крутиться и железо вот это будет тереться она может протереть саму ответную часть может протереть вот эту арку вот эту вот арку может сама ответная часть протереться и она просто треснет и развалится такое и бывает на примере и я не знаю вот мы могу показать сумку числом что происходит за три месяца ношения и за три месяца как протирается порошковая сталь. Она протирается очень легко. Уж поверьте мне. Я за год владения своей сумкой уже два раза менял карабины, потому что они сделаны из порошковой стали. И стальное кольцо протирает карабин. Такая же, возможно, проблема и здесь. Но я не буду об это оценить, потому что я не могу как бы сказать точно, из какой стали это сделано. Ну, я думаю, вряд ли тут будет что-то другое использоваться. Я подозреваю, что порошковые, потому что уже неоднократно были такие моменты, князь на глазах на концерте, когда у ребят она просто разваливалась, она просто трескалась напополам и гитара падала. Но все равно, все равно это намного, намного лучше, если вы будете без нее. Вот вы ее купили, даже вот дешевую, не переплачивая ни за что, просто купили, установили. Попользовались там две-три репетиции, один концерт, сняли, выбросили, но вы поставили. Зато вы сэкономите очень большую сумму на гитаре, которая могла бы разбиться. Так что я не вижу причин зажимать еще пятую звезду и пятую звезду отправляем продавцу в копилочку. А уже нужна вам эта вещь, эта стриплок или вам он не нужен, это уже решать вам, ребята. Вот. Ну, я думаю, что на этом все. Будем закругляться. Ждите новых обзоров. Скоро будут. Подписывайтесь на мой канал, вот здесь вот выскажите в лодзинку. Набирайте в ютубе вот это вот. Подписывайтесь на мой канал в ютубе. Там вы можете еще увидеть некоторые обзоры, какие-то вопросы по машинам, по технике, по ремонтам. Ну, в общем, там интересно. Заходите и смотрите. Я буду вам очень-очень рады. Так что, ребята, всего хорошего. До скорой встречи. Пока.